Меня зовут Алан Уэйк. Я писатель. Роман ужасов. Никто не выживет. Вы знали Зейна. Тома Зейна. Вы пресветлая леди из песни. Он оставил мне кое-что. Щелкунчик. Алан вспомнил об этом, стоя на берегу озера Колдорен со щелкунчиком в руках. Алан сделал глубокий вдох и прыгнул. Я смогу добраться к ней и покончить с этим. У меня было похмелье. Голова раскалывалась, а от света было больно глазам. Срочно нужны были темные очки и боли утоляющие. В минуту самообмана я поклялся бросить пить. Таблетки быстро подействовали. Бодрствование стало вполне выносимым. Свет впивался в глаза словно иголки. Нужны были очки. Через очки я сумел взглянуть на мир. Теперь можно было открыть глаза, не ощущая себя вампиром на солнце. На автоответчике было сообщение. Продолжение следует... Продолжение следует... У вас новое сообщение. Ал, ты еще спишь? Подъем, подъем! Твоя передача записана на Тиво, если Элис все-таки ее записала. Она мне тут звонила и устроила разнос. Да, да, конечно. Прошлой ночью мы слегка перебрали. Но положение ведь обгазывает. Ал, по-дружески говорю. Ее вмешательство в твою жизнь не сделает твою карьеру лучше. Так? Потом поговорим, Ал. Посмотри передачу. Леди и центремены, добро пожаловать на шоу Гарри Гаррета. Спасибо, спасибо всем. Сегодня у нас замечательный гость. Я беседую с автором бестселлера Паланом Уэйком о его новой книге. Внезапная остановка. Да, она крутая. Купите ее. Нет-нет, все верно. Так, буду честен. А стоит? Нет, но я все равно буду. О книгах мне рассказывают помощники, ибо я занятой. Но эту я прочел от корки до корки. То есть, теперь я ваш фанат. Ого, спасибо. Для тех, кто не читал, это может быть спойлером. А судя по продажам, таковых осталось всего двое. Но в последней книге главный герой, крутой нью-йоркский детектив Алекс Кейси погибает. Это же возмутительно. Зачем вы убили Кейси? Ни в какие ворота? Туда ему и дорога. Нет, серьезно. Семь лет и шесть книг, это много. Он слишком мрачный. Работа была изнурительная. Было круто, но пришло время идти дальше. Моя новая книга будет о другом. Ну вы эгоист. Только о себе и думайте. Хотя за все эти годы вы доставили нам массу удовольствия. Раз уж речь об этом, Кейси точно был мрачным. С девушками ему не везло. Своего рода автобиография? Да, и в самом деле. Подружки Кейси долго не жили. Кейси всегда было больно. Но я тут ни при чем. Я счастлив в браке. Жена моя муза. Поздравляю. Это же здорово. А как прошел ваш рекламный тур? Хорошо. Отлично. Но я рад вернуться домой в Нью-Йорк. Да, в новостях вас часто показывают. Вечеринки там и... И вы подрались с каким-то папарацци. А, блин. Этот парень лез мне прямо в лицо. Я сорвался. Да, виноват. А у вас бурный нрав. И еще я написал пару-тройку книг. Ваш последний роман называется «Внезапная остановка». И он уже в продаже. Купите его. Это я тем двоим, которые его еще не купили. Дамы и господа, на сегодня это все. Спасибо всем за приятный вечер. Алан Вейк, Сэм Лейк. Сэм, можешь еще раз? Вот так. И наши исполнители. Поэтс оф зе фоул. Всем спасибо и доброй ночи. Забавно вышло. Я сказал себе, что переживу это. Привет, дорогой. Посмотрел? Если хочешь знать, ничего глупого я не говорю. Ладно, ворчон. Аспирину дать? Будешь пилить меня из-за выпивки? Знаешь, иди-ка ты спорта. Что, не говоришь со мной? Ну, утром я злилась, поскольку ты сказал, что вернешься в полночь, а явился в семь утра и сразу отрубился. Сейчас я спокойно. А ты зол? Это чертова поездка. Все пошло кувырком. О, милый. Все почти закончилось, да? Вернемся к норме. И ты снова сможешь писать. Прости, милая. Алан, ты не в себе. Просто прими душ и иди в постель, а? Да, ты права, милая. Прости. Как только все кончится, давай уедем. В отпуск. Только ты и я отдохнем спокойно. Каким-то образом щелкунчик оказался ключом от дома. Я должен был вернуться на озеро Колдорн, чтобы спасти Элис. Я возвращаюсь на озеро и покончу с этим. Закончу рукопись по своим собственным правилам. И все исправлю. А почему не закончишь ее здесь? Последняя страница осталась в машинке. Сначала надо ее прочесть. Все должно быть последовательно. Зейн пытался схалтурить и поплатился. Ладно, когда выходим? Прости, Сара, но я должен пойти один. Барри, возьми ее ствол. Мисс Уивер, заприте за мной дверь. Удачи, Хал. Увидимся. На улице было тепло и солнечно. Я нажал на кнопку щелкунчика. Это ли стало причиной? Я не переставал задавать себе этот вопрос. Мне нужно было добраться до озера, пока не стемнело. В истории Зейна я стоял на краю озера Колдорн, собираясь использовать щелкунчика. Туда я и направлялся. При свете дня в окружении красот северо-западного побережья было трудно избавиться от сомнений. Они лезли в душу. Я все еще мог свалить все на сон или на бред. Воображение с готовностью рисовало нужную картину. Что я все это время провел в доме, в плену у своих видений, обезумев от горя после смерти Элис. Как и убеждал меня Хартман. Наверняка не узнаешь. Я сказал себе, что это не имело значения. Мой путь был определен. Я улет quiero от đấy. Я улетаю. В земле не хотелось нажать на прикрытию. Я уже отправлялся. Нет, вылетает разбавку. Это как и обусловно сделать фактике очень отношений. Я улетаю на тюрьминь, Я не уверен? Где ты знаешь, куда требуется, Ты была мечта لاipe, ноלה щелка была не новым. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...